Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на эфире шесток упожатий Созидательного общества. Сегодня мы с вами будем путешествовать в городе Магадан. И для вас в эфире ведущие я, Екатерина, и Ирина. Здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что каждый зритель нашего эфира скажет, что Магадан — это сыровая природа. Но я скажу, что это край добрых людей. И действительно, добро и доброта — это то, что толкает нас, чтобы улучшать наш мир. А это значит, что каждый человек, он стремится к Созидательному обществу. И Созидательное общество — это не только проект на платформе Международного общественного движения «АллатРа». Это то общество, в котором цена жизнь каждого человека, в которой все люди равны, и каждый человек осознает свою ответственность перед собой и перед обществом, потому что он знает свою ценность и важность как индивида в этой такой большой, огромной семье. И как уже сейчас реализуется проект Созидательного общества. Это международные конференции, онлайн-интервью, социальные опросы и, конечно же, прямые эфиры. И сегодня у нас эфир «Шесть рукопожатий». И, Ирочка, расскажи, пожалуйста, подробнее, что такое теория шести рукопожатий. Теория шести рукопожатий — это теория, которая гласит о том, что мы все люди на Земле знакомы друг с другом через шесть рукопожатий. То есть между нами находится цепочка из пяти людей. Это означает, что я могу быть знакома через пять людей практически с кем угодно на Земле. И, используя эту теорию, реализуя эту теорию, мы знакомимся с участниками и жителями городов России и мира. И уникальность этого проекта состоит также в том, что, используя эту теорию, мы можем познакомиться с жителями городов России и узнать от них, что же есть такого интересного, созидательного, позитивного в их городах. Познакомиться с уникальной природой, познакомиться с традициями, с культурами, с различными культурами. А также пообщаться с жителями этих городов и узнать, поговорить на такую животрепещущую, очень актуальную тему. Как же нам перейти всем, всем жителям этой планеты, с потребительского формата нашего общества, на созидательный. И сегодня мы хотели бы поговорить на эту тему с жителями города Магадан. Здравствуйте, друзья. Пожалуйста, представьтесь и расскажите немножечко о себе. Здравствуйте, меня зовут Павел, инженер производственной лаборатории, ретелиал РТРС, житель города Магадан. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я тоже живу в городе Магадане. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь интересное о вашем городе и о вашем крае. Вы знаете, вообще тема такая интересная и очень важная о созидательном обществе. И когда я думала, чем бы я хотела поделиться, я поняла, что климат нашего края, природа, как сегодня уже Катюша сказала, суровая, это так оно и есть, но оно является таким хорошим примером, на котором можно посмотреть, как это происходит в жизни людей. Действительно, у нас очень суровый климат, суровая природа, долгая зима, короткое лето. Но я хочу остановиться больше на весне. Почему на весне? Потому что это тот процесс, когда всё оживает. После долгой-долгой зимней спячки, когда всё такое замороженное стоит, и всё начинает оживать. Наш край, он вообще имеет рельеф горных хребтов. Мы их называем сопками. И он очень мало долин. В основном это распадки сопочные, перевалы горные. Красота необыкновенная. Когда едешь, любуешься. И климат разный. Сам город Магадан стоит на побережье Охотского моря. И у нас намного теплее, скажем, зима помягче. Но зато лето холоднее, чем на континентальной части нашей области. Там климат резко континентальный. И когда видишь вот эту красоту, всё, и ты понимаешь, что нет ничего, как сказать, нет ничего вот просто так созданного. Всё взаимосвязано. Всё имеет какую-то силу, всё имеет какой-то потенциал. И я когда вернулась в город Магадан, потому что я сама уроженка Магаданской области, но потом уезжала отсюда на долгое время и вернулась сюда в командировку. И первый раз, когда я вышла прямо из самолёта, вы знаете, я почувствовала вот этот удивительно чистый воздух. У нас воздух просто, он родниковый, его можно пить. У нас только чистый, благодаря ещё постоянно дующему ветру с моря, но задохнуть у нас очень трудно, потому что очень всё свежо. И как раз я приехала где-то в это же время, у нас начинаются белые ночи. И вот это воспоминание детства, белые ночи, оно настолько схлынуло, схлыхнуло ощущение Родины. И несмотря на всю суровость, на всё какую-то, может быть, в это время у нас ещё не распущено, не распустились деревья, но ты чувствуешь, какое пошло тепло, потому что вся природа, она уже готова к тому, чтобы пробудиться. Вот этот переходный период от зимы к лету, он, может быть, у нас немножечко затяжной, немножечко это долго, но это отражает ту суть, когда мы как люди внутренне, мы начинаем просыпаться, мы чувствуем такое зло в душе, порыв в сердце, что что-то надо в нашей жизни менять. И вот на внешних суровых условиях оживание, оно прям чувствуется именно вокруг тебя всё происходит. Это тот потоке жизни, который начинает печь в природе, в растениях, на больших почках. И она вся замирает для того, чтобы в ожидании чуда, в ожидании вот этого прорыва, когда наступает настоящая весна. И ещё, что меня поразило, когда я вернулась в город Магадан, это удивительное небо. У нас оно просто, вот знаете, вот его смотришь, оно северное, оно очень близкое. И я так на него смотрела, думаю, господи, какое же оно близкое. Вот протяни ладошки, и вот ты его просто касаешься, оно очень яркое такое. И особенно это заметно на перевалах, когда мы едем по трассе, на горных перевалах, когда поднимаешься, там оно вообще, просто облака лежат на ладонях. И также вот сейчас идёт фотография чаек. Это тоже один из символов прихода весны, потому что они на зиму улетают на острова, а возвращаются в город уже весной, 13 апреля. И это тоже для меня вот просто, что всё, весна пришла, природа уже готова. И вот она ждёт вот этого летнего тёплого денька, солнечного, весеннего вернее, да. И буквально один денёк, буквально вот совсем чуть-чуть, ей надо, какой-то щелчок, и всё моментально распускается, всё становится насыщенное, яркое, зелёное, красивое. Может быть, у нас нет такого разнообразия в цветах, в растениях. Но вот каждый вот этот вот цвет, он драгоценен, он дорог. Глаз начинает радоваться буквально всему, смене цветовой гаммы зелени, вот этим вот простым цветочкам. Всему радуешься, потому что ты видишь, как жизнь, она течёт. И ещё такой вот интересный момент уже про нашу природу, хочу сказать, опять-таки тоже отследила. Просто проходила по городу, вот сейчас вот видите сирень, да? А ведь это для нас совсем не характерный цветок. То есть сирень, она растёт гораздо южнее. Но благодаря стараниям людей, которые вырастили такие морозостойкие сорта сирени, благодаря тем, кто сюда их привёз, ещё высадил на улице, чтобы любовались все горожане. Но я считаю, что это просто вот широта сердец. Это широта действительно, которые, несмотря на погодные условия, на климатические условия, всё равно люди стараются что-то принести новое. Для конечный климат меняется. У нас уже даже клубника в грунте вырастает, взревает. Очень всё интересно. И когда шла по улице, мимо парковой зоны, ещё лежал снег. Ещё не были распущены листочки. Я вдруг почувствовала такой, знаете, тонкий, очень тонкий запах парфюма, хорошего парфюма. Я удивилась, потому что кто-то из горожан передо мной идёт с таким классным парфюмом. Проходя через день, я опять это почувствовала. И только, наверное, раз на треть я поняла, что так пахнет пробуждающаяся природа. Конечно, природа, о природе можно говорить очень много. Она очень красивая. И вот сам процесс для меня, почему именно ещё северная природа? Потому что на нашей природе очень хорошо видно этот контраст. Потому что у нас очень суровые условия, и потом такая красота, и потом такая щедрость природы. И потом такие открытые сердца. Это как вот символ, просто когда человек проснулся, когда он пробудился, и сказал, как наши дорогие ведущие говорили, что всё, нам надо всем вместе пробудиться, всё вместе жить, чтобы она жизнь потекла. Это вот для меня наша природа имеет такое значение. И ещё я хотела бы поговорить, рассказать, вернее, рассказать ещё об одном очень интересном растении, которое произрастает на нашей территории. Это кедровый сланик. Это куст, имеющий такую же хвою, как у кедра. Она длинная, но растёт кустом именно. Его плодами являются шишки, такие же, как у кедра. Они очень смолистые, там много масел. Сам сланик очень ароматный. Когда он цветёт, на сопке стоит запах просто смокшибательный. И у него ветки достигают длиной от 2,5 до 6 метров. И вот когда наступает зима, когда становится холодно, он перед тем, как выпадает снег, он растилает свои веточки по земле. Почему он называется слаником? Он растилает, потом его накрывает снегом, и так вот это вот растение перезимовывает. А весной, когда он начинает приогревать солнышко, он опять их поднимает, и вот личное зелёное растение уже начинает вырадовать глаз первой зеленью на белой фоне снега. Спасибо большое, Татьяна. Вы настолько вдохновенно рассказываете о природе края, что просто очень-очень хочется уже на это посмотреть и на видео. А прежде чем мы посмотрим видео, я хотела бы задать нашим зрителям вопрос, наш традиционный вопрос. Куда бы вы ещё хотели отправиться в наших следующих эфирах? И мы сегодня хотели бы предложить вам на выбор три города. Это Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Пожалуйста, выбирайте. Ну а сейчас мы хотим посмотреть уже эти красоты. Пожалуйста, включите видео. Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск-на-Амуре и Хабаровск-на-Амуре. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, друзья. Природа Магадана, она действительно уникальна. И такая масштабность чувствуется. Такое море красивое. Меня вот очень тоже вдохновляет природа, ландшафты. И интересно узнать. Павел, расскажите, что вас вдохновляет в Магадане? Что самое интересное есть для вас в этом городе? Вот у нас тема передачи, это, ну как сказать, цикл передачи «Шесть рукопожатий». А я бы хотел сказать, что в Магадане работает правило двух рукопожатий. Может быть, одного даже. То есть город небольшой, все друг друга очень хорошо знают. Ну, по крайней мере, через одного человека, двух максимум точно. Очень народ часто встречается на прогулках. У нас очень много разных праздников в городке проводится. Наверное, я, к примеру, приведу одни из самых таких ярких. Это национальные праздники, которые празднуются у нас в городе. Это эвенские праздники Хабденек и Бакалдадяг. Хабденек – это Новый год эвенский. Он празднуется в день первого солнцестояния. Это ориентировочно где-то 21 июня. Что о нем можно коротко рассказать? Этот праздник, он идет всю ночь напролет и собирает в себя очень много народу. Ну, если говорить в цифрах, то около трех тысяч человек собирается на побережье моря. Все веселятся, отдыхают, проводят конкурсы, национальные танцы. Это ярмарки искусства, это и касторезное искусство, и меха там выставляют. Ну, в общем, я думаю, что каждый из нас бы хотел там побывать. И при том бы у каждого, наверное, остались большие впечатления. Вот, допустим, даже если попробовать шашлык из красной рыбы на берегу Охотского моря. Ну, согласитесь, да, немало впечатлений оставляет. А еще вот праздник у нас такой есть Бакалдадяг. Бакалдадяг, насколько я знаю, с ивенского переводится как «встреча». Этот праздник отмечает встречу друзей и встречу красной рыбы. Он тоже сопровождается массовыми гуляниями жителей города, области. Также сопровождается конкурсами. Это... На этом празднике можно встретить самобытную культуру наших северных народов в большом количестве. Это и хижины северных народов. Ну, в общем, там много очень интересного. Ну, да и вообще у нас город очень дружный. Если вот говорить, по-моему, со своими знакомыми, раньше мы очень часто затрагивали тему, вплоть до того, что магаданца даже в отдаленных районах России легко узнать, поскольку магаданцы люди очень добрые. Да и по сей день так и остается на самом деле. По-моему, магаданцы отличают... Это всегда готовность прийти ближайшему человеку на помощь, взаимовыручка, ну и просто широкая душевная доброта. Но это все обусловлено, наверное, все-таки тем, что климат суровый достаточно. И людям все равно надо как-то помогать друг другу. Да, вы действительно сказали очень важную вещь, когда самая важная ценность – это люди и это жизнь человека. И вот когда идет такая забота друг о друге, каждого человека, потому что люди понимают, что в таком суровом климате без взаимовыручки, без взаимопомощи им просто не выжить. И это становится как основой вот того общества и тех людей, которые живут в этом крае. Это настолько ценно. И действительно, я с вами согласна, потому что имела возможность также познакомиться. И я могу точно сказать, что действительно люди очень открыты. Северный народ на самом деле настолько открытый, настолько душевные, настолько гостеприимные люди, что хочется и хочется приезжать к вам и увидеть эту красоту воочию прежде всего, красоту этого края, и еще больше познакомиться, завести новых друзей в вашем крае. А еще, Татьяна, я помню, вы рассказывали про какие-то особенности природы и природных богатств вашего края. Можете поделиться еще этим? Да, конечно. У нас вообще очень богатый край. У нас огромные залежи разнообразных металлов, драгоценных золота, серебро. Это как у нас слуху, богатская область. У нас еще много других полиметаллов. Также у нас есть уголь, нефть. Но чуть не сказал, что самое главное богатство это люди. Это, конечно, так. Мы сейчас не об этом речь. И еще, вы знаете, у нас очень много рыбы. И она добывается как промышленным способом, так и у нас рыбалку любят многие люди. Жить на севере, не заниматься рыбалкой, охотой, не выезжать на природу. Но я даже не знаю, это очень грустно получается немного. И у нас сейчас начинается как раз сезон вылова лососевых пород рыбы. Первый идет горбушек, потом пойдет кита, хижучь, там еще нерка у нас встречается. И вот по этому поводу у меня есть вопрос к телезрителям, к нашим зрителям. Все эти перечисленные мной породы рыб, они относятся к породе лососевых. И они все идут на нерест в наши воды. Но у одной рыбы, у горбушек, есть особенность ее нереста. Если наши зрители ответят на вопрос, какая особенность нереста горбушек, это вопрос. Да, это интересный вопрос. Я думаю, среди наших зрителей есть и рыбаки, которые наверняка знают ответ на этот вопрос. Пожалуйста, пишите в комментариях. Будет очень интересно вообще, как вы думаете, есть ли действительно среди нас знатоки, которые, может быть, удивят нас ответом, потому что вопрос действительно такой, очень интересный. Спасибо большое. Мы вот сегодня много говорили о богатстве края, о богатстве Магадана, и о том, что главное богатство — это люди, их взаимодействие и объединение. И у меня вопрос есть к Павлу. Вы рассказывали просто очень вдохновляющую, интересную историю про то, как вы организовали людей на определенные действия. Расскажите, пожалуйста, потому что действительно любое действие, объединяющее, оно очень важно, потому что оно дает и внутреннее понимание, и уже непосредственно ведет нас дальше по цепочке, по ступенечке к новым каким-то более великим, большим делам. Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Ну, вообще, на самом деле, я до сих пор под впечатлением нахожусь. Хотя, на самом деле, я считаю, что это должно быть сплошь и рядом. Это не должно быть чем-то вон выходящим. Мы недавно организовали субботник во дворе на прошлой неделе. Ну, и при этом изначально я как-то скептически относился к этому делу. Ну, то есть, меня терзали сомнения. Но все равно я взял себя в руки, я сделал первый шаг, подготовил объявление на подъезды нашего двора. Ну, и когда уже наступил день, я был приятно удивлен, собрался народ. Притом достаточно такое достойное количество вышло людей. Ну, и, собственно, мы сделали это. Мы навели порядок во дворе. Но даже важно, наверное, не то, что мы парили, но это тоже очень важно. Но более важно то, что люди это встретили с таким одобрением, с такой радостью. И, ну, как сказать, все были очень довольны тем, что мы сделали. И все озвучивали мысль о том, что, ну, почаще бы так собираться. И при том, что двор наш уже выбирался очень давно, мне было очень приятно. Столько добрых слов люди говорили, что вот как это здорово, что мы все собрались, и дети отдохнули, и провели пикник, и двор чистый. Теперь выглядываешь в окно, и прям душа радуется. Мы одновременно с этим приурочили к субботнику, посадили две маленьких елочки во дворе. Теперь молодые родители с детьми ходят, любуются ими. Ну, знаете, как это приятно. И, как бы, на фоне, ну, на фоне вот этого события хотелось бы отметить именно важность вот этого первого шага в распространении вот этой доброй инициативы, общественно полезной для всех людей, ну, на наших соседей, на окружающих нас людей. Потому что, может быть, кто-то посмотрит, и кому-то уже будет легче сделать первый шаг этот. Для кого-то это будет вдохновляющим примером. И я бы, кстати, хотел сказать про то, что, про эту передачу. Может, и эта передача тоже, возможно, для кого-то будет вдохновляющим примером и, так сказать, призывом к действию. Да, действительно, вы очень такую вдохновляющую вещь сказали, что вот шаг одного человека, маленький шаг разместить объявление, он породил такую цепочку событий, которая привела к тому, что объединились люди, начали делать, что-то делать пусть для подъезда, пусть для прилегающей территории. Но насколько же это было такое объединяющее, вдохновляющее событие для всех жителей этого подъезда, этого дома, что и сколько благодарностей вы за это получили. Ведь это хороший пример, как действие одного человека, неважно, где, самое главное, что это действие с добротой, с радостью, именно с вот этой инициативой внутренней, оно порождает такую цепочку событий, ведь мы даже не можем предположить, насколько оно разовьётся и как оно дальше разрастётся. И это пример каждому из нас, что мы можем каждый не бояться, не закрываться и не думать, и отметая все мысли о том, что что-то может не получиться, проявлять инициативу добрых дел и действовать каждый как может, каждый на своей территории, каждый в своём городе, каждый в своей области, профессии и так далее. Ведь это же не только пример, как, допустим, убрали подъезд там или ещё что-то, да, а это может распространиться на всё. И этот пример может послужить толчком и к другим действиям людей. Спасибо. Я с вами очень согласен, тем более, что вот это маленькое событие, оно может послужить катализатором для чего-то большего. Да, спасибо большое. Ну, у нас сейчас пришли ответы, некоторые ответы на Татьянин вопрос, я бы хотела их зачитать. Горбуша, ну, вопрос, какая особенность нереста. И пишут, Горбуша идёт на нерест против течения реки. Это один ответ. И ещё один ответ. Возможно, особенность в том, что у сенца вырастает гор. Ну, это очень интересные ответы. А какой же правильный ответ? Скажите, пожалуйста, очень интересно узнать. Да, ну, вся красная рыба она идёт против течения реки, потому что она с моря заходит в реку. Вся красная рыба идёт в то место, где она родилась. А Горбуша нерестится в первой попавшейся реке. Это одна особенность. А вторая особенность, что раз в несколько лет поголовье Горбуша увеличится в 3-4 раза. И тогда реки просто её киш-мя-киша. Получается затор Горбуши в реках. Да, действительно, это такой благодатный край, что может обеспечить, практически, да, вот как бы накормить всех, получается. Голодным не останется. Да, уже очень хочется просто побывать, да, скорее в Магадане, потому что и природа, и люди, и взаимоотношения, и богатство, ну, очень впечатляют. И я бы хотела спросить у наших гостей. Мы много уже говорили о таких примерах взаимопомощи, поддержки. А в каком вот обществе вы бы хотели жить? И есть ли в этом обществе поддержка? Вот какие есть составляющие этого общества? Расскажите, пожалуйста, Татьяна. Ну, конечно, я хотела бы жить в том обществе, где прежде всего ценится жизнь. Потому что она, это единственная ценность, которая действительно цена в нашей реальности, вот в нашем мире. У нас нет другой возможности. Это единственный шанс. И жизнь каждого человека, она драгоценна. Вот когда это становится приоритетом, тогда это становится общество, которое будет делать всё, чтобы сохранить эти цены жизни. И вы знаете, вот я просто много ездила по Колыне, и я могу просто тоже поделиться такими примерами, что этот принцип, он здесь развит. Мы как-то ехали, ездили на транспорте корпорации, потому что от работы была машина. И я много была за рулём. И часто бывало так, что мы ездили женским коллективом. И вот в одной из поездок у нас лопнуло колесо, а дороги не асфальтированные, но очень стулся, слой пыли, это было уже лето. И у меня промелькнула такая мысль, ну вот, сейчас надо выходить, надо ставить домкрат, бортировать, бортировать, поднимать колесо, машину домкратить, её откручивать, это всё менять на запаску. И вот сейчас кто-то поедет и как обдаст меня пыль, я буду стоять просто с ног до головы в этом пылевом облике. Но делать-то нечего, надо выходить. Я пошла за инструментами к багажнику. И тут первый проезжающий дальнобойщик, он так аккуратно припарковался, подошёл, не говорил, он просто забрал мне всё инструменты, всё. Сам поддомкратил машину, сам снял колесо, поменял запаску, убрал старое лопнувшее колесо в багажник. Он вообще практически ничего не говорил. Конечно, мы были с моей напарницей, мы были в очень приятном удивлении. И когда мы в конце предложили ему денег за его работу, мы же приехали из центральных районов, ещё как-то не особенно освоились к местным обычаям, он сказал, да вы что, с ума сошли? И когда мы стали его благодарить со сердцем, то, знаете, он очень скуп, такой улыбнулся, очень скромно сел с его машиной и точно так же аккуратно отъехал. То есть не были ни соринки. Мы настолько были потрясены, но это не единственный случай на самом деле. И ещё один такой момент, мы также ехали в один из посёлков Коломы, нам нужно было встретиться с человеком с музыкальной работой, в музыкальной школе, мы приехали, сказали, что там нужен такой человек, а его не оказалось, надо было подождать. И вот работники этой школы, они нам тут же соорудили чайок, угощение какое-то очень было вкусное, причём мобильное. И вот нас посадили, потом спрашивают, ну вы кто, вы откуда, зачем приехали? Мы, конечно, пьём чай и удивляемся, а почему? Просто я даже не увидела, он говорит, почему вы так делаете? Вы нас не знаете, не знаете цели нашего приезда. Вы нас сначала угощаете, кормите, пойте, а потом уже начинаете спрашивать. они говорят, а как, это же север, здесь по-другому, нельзя. А если мы вас не накормим, а на улице холод уже было, в принципе, ну, это уже было зима, потому что ноябрь месяц у нас уже зима стояла. Они говорят, на улице холодно, а если вы замёрзнете? то есть вот ответственность, такая забота о другом человеке, вот ответственность, открытость, потому что опять-таки сохранность этой жизни. То есть драгоценен сам человек, не то, что он там имеет, да, какие-то материальные блага, а именно вот сам человек, это интерес к человеку, это забота о человеке, на себя сплочение. И у нас, кстати, есть такое понятие, как колымское братство. Вот в это колымское братство входит, по-моему, 150 национальностей. То есть вот всех, кто живёт на Колыме и кто вот живёт именно таким вот внутренним единением, пониманием сочи вещей, истинности, ценности, истинных ценностей, вот это вот колымское братство. Я даже, когда первый раз об этом услышала, я так смелилась, говорю, ну, новый националь появился на Земле. Колымское братство? Колымчане, да. И ещё такое тоже есть, как раз, мы это тоже вынесли из своих поездок по Колыме, такой опыт, есть вот такая, как бы, шутка. Колымский чаёк, вот нас приглашают попить чаёк, пришли мы в гости, нас приглашают попить чаёк, и начинается борщик на стол ставят, сальцо зачастую, пельмешки, всякое варенье, соленье, ну и в конце уже чаёк, конечно. Вот это колымский чаёк, и так, в принципе, это везде абсолютно. Куда бы ты ни зашёл, в первую очередь тебя накормят, напоят, то есть удовлетворят все твои необходимые потребности, согрят, а потом уже будут говорить всё остальное и узнавать, кто ты, да, это замечательные примеры, особенно, ну вот два разных примера, где суровый дальнобойщик, да, но он именно своими делами помогает, то есть опять же, мы, получается, не смотрим на то, как человек там выглядит, а именно что он делает, как он тебе помогает, и вот эта открытость, которая на самом деле есть, может быть, под маской какого-то внешне строгого человека, она и есть, ну вообще в каждом человеке, потому что мы слышим другие примеры, да, как люди, получается, сначала тебя накормят, а потом узнают, как тебя зовут, потому что понимаешь, что в суровых условиях очень важна жизнь человека, ну и жизнь человека важна в любых условиях, если мы это можем реализовывать, ну в каких-то таких районах, где действительно есть погодные условия соответствующие, то, конечно, мы это можем реализовать в любом месте нашей планеты, просто потому что мы люди, вот, очень интересно, Павел, а как вы себе представляете созидательное общество, что это для вас? Нравится этот вопрос, и он очень серьезный на самом деле, и мы должны взять на себя ответственность, мы должны взять на себя ответственность, мы не должны перекладывать ответственность на других, может быть, даже если взять, к примеру, вот этот маленький субботник, мы должны посмотреть на окружающий мир, может быть, и уже заняться, короче, как говорят, возлюби ближнего своего, вот мы это и должны делать, ну, а вот у меня еще, это мое личное мнение, мне кажется, что у нас должна быть идея какая-то объединяющая, вот, я, ну, я молод, я родился в 89-м году, это был еще Советский Союз, но, как бы, по большому счету, я Советский Союз не достал, только из рассказов старшего поколения, но мы, наверное, все знаем, что, что отличало Советский Союз, это идеология, ну, так скажем, идея, именно общество на первом месте, и, я думаю, это то, как раз, чего сейчас не хватает нам сегодня, и, я думаю, что идея созидательного общества, вот эта тема, которую мы сегодня затрагиваем, это, это была бы очень подходящая идея для нас сегодня, поэтому это очень важно, это, возможно, ну, то, что могло бы нас объединить, ну, вот, собственно, так. Спасибо, Павел, то, что вы затронули эту тему, эта тема действительно настолько важна, сейчас идея и, как следствие, идеология, на которой вообще основывается общество, и, когда у нас появится идеология, но идеология это то, на чем, какими принципами руководствуется общество, в котором мы живем, это идеология, которая направлена на возрождение духовно-морально-нравственных ценностей в человеке, когда человек, его жизнь стоит на первом месте, это действительно очень-очень важный момент, который, как правило, упускается, и на данный момент у нас вообще, получается, нет никакой идеологии, а нам нужно сделать так, чтобы она возродилась и именно была такой, которая нормальна для людей, которая как по их истинной природе, и как раз-таки вот сейчас на портале allatrayunites.com вышла статья на тему того, она называется так, «Восемь основ созидательного общества», и эта статья, она настолько помогла всем нам понять, а что же такое, на каких вообще опорах держится это созидательное общество, какие принципы нам нужно внедрять в наше общество для того, чтобы реализовать то, что мы так все хотим. Это тот мостик, вернее, те опоры, когда мы их прокладываем одно за другой, мы можем построить этот мост, когда мы можем перейти из потребительского формата в тот созидательный формат, где все будут счастливы. И сейчас я бы хотела зачитать ту основу, которая очень подходит, знаете, она вот у нас сегодня прям это идет красной нитью. Первая основа созидательного общества это жизнь человека. Я бы очень хотела зачитать и для наших зрителей, и для вас, дорогие гости. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит цены все люди. И это как раз таки то, о чем мы сегодня и говорим весь эфир, когда ценность жизни человека ставится на первое место. И вы сегодня рассказали такие потрясающие примеры того, как люди заботятся друг о друге. И когда люди действительно ставят ценность жизни другого человека на первое место. И это как раз таки те примеры, когда вы сказали, что дальнобойщик тот, который без вопроса просто подъехал, помог, не разбираясь и не думая о себе, как он может быть спешит куда-то. И второй пример, когда вы сказали, что люди даже не спрашивают, как вас зовут, они понимают, что прежде всего нужно обогреть, позаботиться о человеке, и тогда уже расспрашивают, кто он, где он живет, какие у него цели приезда или уезды, или путешествия. Это ведь действительно те примеры, которые говорят, что у нас уже есть эти основы. Нам просто нужно их расширить на все общество, чтобы у нас не было понимания, у нас не было разделения, суровый край или не суровый край, чтобы у нас везде было так. Спасибо вам большое, друзья, за такие прекрасные примеры. И хотелось бы также нашим телезрителям попросить, если вас также эта тема созидательного общества, она вам близка, и вы разделяете эту идею, пожалуйста, пишите статьи, пишите, записывайте лайф-влоги, делитесь вообще своими идеями с друзьями в соцсетях и ставьте хэштеги АЛЛАТРА, АЛЛАТРА ЮНАТЬ и СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. Да, дорогие друзья, если у вас есть новые идеи, как разнообразить наши эфиры, как еще более интересно рассказывать людям о созидательном обществе и нести эту идею дальше, пишите, пожалуйста, на почту russia.sobachka.allatra.tv если вы хотите принять участие в эфире, или, может быть, вы знаете своих знакомых, или у вас есть близкие друзья, которые разделяют с вами идеи созидательного общества, пожалуйста, тоже пишите на эту почту, которую вы видели у себя на экране, и давайте вместе делать созидательные проекты. А я бы хотела спросить у наших гостей, может быть, вы что-то хотите пожелать нашим телезрителям, вот каждому, кто сейчас по ту сторону экрана слушал нас, слушал информацию о Магадане, о созидательном обществе. Я бы хотел посоветовать, если это будет не совет, а пожелание, я бы хотел пожелать активнее делать первый шаг, я бы хотел пожелать не слушать себя, что там внутри происходит, и как бы это могло случиться, а просто делать, просто действовать. Спасибо большое. Знаете, вот у меня тоже очень дезонируют слова, что вне зависимости от места нашего проживания, вне зависимости от климатических условий, у каждого человека внутри есть семечка жизни, уже оно пробуждается, то, что я пыталась донести, но в примере нашей природы, вот я хотела пожелать, чтобы у всех это проснулось, чтобы вот эта весна она пришла в каждую душу, чтобы мы действительно поняли, насколько мы взаимосвязываем друг с другом. Вы знаете, буквально вчера очень услышала интересную такую фразу от очень творческого человека, что все мы люди это звенья одной цепи, и если хоть одно звено не разорвано, сама цепь она уже не может выполнять свои функции, и вот я желаю, чтобы мы все это осознали, чтобы мы это прочувствовали внутренне. Действительно, мы можем выжить только так, когда мы объединимся и будем друг к другу относиться с огромной бережностью, и иметь вот это общее в основе своей, потому что мы все можем договориться. Если еще позволите, я хочу такой пример привести, потому что мы готовились к эфиру, и вот видео, которое вы видели, мы подбирали к нему музыку, и я просила мужа, чтобы он мне помог выбрать музыку, я набросала где-то 8 пробничков, да, музыкальных, и мы садили, прослушивали, выбирали, что больше подходит, и мы выбрали три из восьми, и из этих трех мы только на одном нашли соприкосновение, и вот именно эту музыку мы поставили и тогда вот меня просто озарило, что в любом случае с любым человеком у нас хотя бы одна точка соприкосновения всегда может быть, и вот когда мы несмотря на свои какие-то там амбиции или желания или еще что-то находим хоть одну вот эту точку и вот отметая все, что нас не устраивает, что нас разделяет, мы беремся вот в это соединение и идем вместе, и тогда у нас все-все получается, и получается так прекрасно, вот ты, Паш, например, тоже с этим субботником не настолько, вот оно все отзывает, все же замеряет. Спасибо большое, спасибо большое вам, спасибо большое вам, друзья. Вам большое спасибо. Такие просто это настолько приятно это слышать, и еще хотелось бы большое спасибо сказать нашим зрителям, которые нас сейчас смотрят и очень активно выбирали город, как раз таки хотела бы вернуться, что цепочка рукопожатия, она продолжается, и наши зрители выбрали город Благовещенск, и в этот город мы отправимся в одном из следующих наших эфиров, и нам будет очень интересно познакомиться с жителями этого города, узнать о нем, ну, очень много интересного, и если сейчас нас смотрят жители этого города, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте russia-sobaka-allatra.tv и мы будем очень рады познакомиться с вами и узнать очень много интересного о вашем крае. Спасибо большое, друзья, вам за внимание. Спасибо большое за такую дружескую беседу и за такое большое количество на самом деле практических примеров, которые говорят нам о том, что надо просто начинать действовать, и тогда все обязательно получится. Спасибо, друзья. Нам уже пора прощаться. Мы не говорим до свидания, мы говорим до новых встреч в наших эфирах. Спасибо большое. Спасибо, друзья, до свидания. Всего доброго. Всего доброго. Нужно ли тебе созидательное общество, каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его посетить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами Созидательное общество и АЛЛАТРА ЮНАЙТС. Или присылайте на почту info.allatraunites.com Человек важен. Ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok